Всем привет! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о составлении таблицы для сбора данных. Такую таблицу будет удобно вести как менеджерам по продажам, так и другим сотрудникам, которые ведут учет прихода или расхода товара. То есть из этой таблицы будет удобно брать данные и обрабатывать их. Спонсором данного видео является университет Алексея Полянского. Это индивидуальное обучение Excel и Google таблицам под ваши задачи. Для записи на бесплатный урок можно перейти во вкладку «Главное» и нажать на «Записаться на пробный урок». Или же в Яндексе написать «Университет Алексея Полянского» и перейти по первой. Окей, переходим непосредственно к задаче. Первое, что мы должны понимать, что вверху у нас находится таблица, да, шапка таблицы. Здесь мы будем писать дата. Дальше пишем регион. Да, регион звонка. Далее пишем регион. Обратите внимание, что когда мы пишем регион, мы нажимаем «Таб». Далее. Количество. Прибыль, если таковая есть. И там, и того. Наценка. Цена наценка. И того. Вот после того, как мы заполнили нашу шапку, мы нажимаем первую и последнюю ячейку. Нажимаем Ctrl-Shift вниз. Далее. Выбираем шрифт. Да, удобнее нам. Увеличиваем ширину столбцов, чтобы они просто-напросто были все одинаковые. Делаем все границы. То есть, таким образом она у нас пойдет до самого низа. После чего выравниваем по центру в центре. По центру. И выделяем. Выравниваем по середине. Ок. Далее. Увеличиваем ширину первой строки. Делаем ее двойной. В ячейках, где нам необходимо посчитать общее количество, можно использовать функцию. В данном случае мы будем использовать функцию агрегат. Функция агрегат позволяет не считать отфильтрованные строки. То есть, мы пишем функцию агрегат. Далее. Номер функции. Это 9. Это сумма. Параметр. Пропускать пустые ячейки или нет. Мы пишем 2. Это значит пропускать. И, соответственно, ссылка или массив. Это G2. Возьмем G10000, чтобы нам побольше хватило. Ставим пробел перед итогом. И получаем результат. То есть, когда здесь у нас будут какие-то данные появляться, они будут складываться и попадать в ячейку. К примеру, давайте сделаем небольшое заполнение. Возьмем случайное число между 10 тысячами и 100 тысячами. Копируем и вставляем. Получаем результат. Видим, да, что у нас, если сделать фильтр, давайте сделаем еще функцию выбор. Дальше случай между 1 и 2. И сделаем 2 случайных числа. То есть, наценка у нас будет 15% между ними. 15% и, соответственно, давайте сделаем. Закрываем. Получаем 15%. Выделяем. Так. Сюда. И, соответственно, вправо. Окей. После чего мы ставим данные фильтр. И выбираем здесь, к примеру, 17. Обратите внимание, было 1.4 миллиона. Теперь ставим 17, применяем. Пересчиталось и получили результат. То есть, таким образом, надо еще закрепить верхнюю строку. Мы заходим во вкладку вид. Закрепить области. Закрепить первую строку. А теперь при прокрутке вниз она не будет смещаться. Также можно будет сделать оформление. Делаем цвет белый. Вот. И можно сделать акцент под первую ячейку, чтобы не путаться. Выделяем 2 ячейки. Далее Ctrl-Shift. Ctrl-Shift вниз. И специальную вставку выбираем ставить только форматирование. Давайте здесь возьмем формат. Окей. То есть, теперь при прокрутке вниз у нас можно будет свободно заполнять. Давайте заполним ее частично. Ну и так далее. Да, то есть, таким образом, у нас получилась таблица, которую очень приятно ввести и еще приятнее обрабатывать. Мы сейчас из нее будем делать сводную таблицу. Все что угодно из нее можно будет сделать. Потому что именно такой формат организации данных наиболее удобный. И, соответственно, цена по тому же принципу. Тока у нас цена будет 1000. А здесь 5. Бабах. И здесь, соответственно, выберем. И здесь скопируем и сделаем ставку. Только, соответственно, формула. Вот. То есть, сводную также мы ставим ставку. Сводная таблица. И на новый лист, к примеру. Да, здесь уже можно свободно сделать дату. Сделать регион. Да, продукт. Итого. Да, спокойно посчитать разбивки. То есть, именно такая структура организации данных будет наиболее эффективная для ведения базы. Да, ее можно, допустим, год провел, скрыл. Да, и так далее. Просто вниз, вниз, вниз пишешь. И так ее будет на очень долго хватать. Но, опять-таки, зависит от ваших объемов данных. Их можно будет потом через Power Query спокойно объединять, вообще не заморачиваясь. На этом все. С вами был Алексей Полянский. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим палец вверх. Всем-всем пока-пока. Продолжение следует...